Всем привет, друзья! В этом видео я вам покажу, как можно самостоятельно поменять моторное масло в двигателе на Toyota Prius в 20-м кузове, конкретно в моем случае это 2008 год. На автомобиле сейчас пробег 265 тысяч километров. Предыдущий владелец поменял масло, но не поменял фильтр на 260 тысяч. Так вот, масло необходимо 3,7 литра, если меняется вместе с фильтром. Вот у меня масло. Ну а теперь поговорим про выбор масла для данного движка, который используется на Prius в 20-м кузове. Вообще оригинальное масло сюда льется 0 на 20, а в Японии даже льют 0 на 16. То есть это очень жидкие масла, почти как вода. Я решил выбрать Toyota 5х30, который в принципе для этого движка тоже допускается. И оно конечно же погуще уже идет. Погуще я хотел взять лишь потому, что все-таки у меня немножко давит масло из заднего сальника коленвала, то есть которое располагается вместе с диском сцепления, то есть между коробкой и двигателем. И его очень трудно менять этот сальник. Ну и конечно же различные уплотнители, прокладочки, сальники и конечно же маслосъемные колпачки тоже скорее всего имеют выработку. То есть масло будет уходить с жидкого больше. Но слишком густое масло в этот движок также нельзя заливать, то есть по крайней мере не рекомендуется. Потому что здесь все-таки много оборудования, которое приводится в движение маслом. То есть у нас, во-первых, находится там вот сзади натяжитель цепи. И там очень узкий канал, через который масло выдавливает шток натяжителя. Вот когда двигатель работает, конечно же. То есть чем гуще масло, тем в морозы хуже оно будет продавливать. И будет плохо работать натяжитель цепи. Также у нас здесь находится фазовращатель, система VVTi. Тоже приводится в движение маслом. То есть вот у нас клапан VVTi и под ним находится вот там вот сеточка. То есть фильтр-сеточка. Фильтр грубой очистки, так сказать. Вот. И естественно, также будет плохо проходить масло и на фазовращатель. То есть увеличится и расход топлива, и, конечно же, фазовращатель может работать некорректно. Может даже выдавать ошибку. Вот. Ну и, конечно же, через систему картерных газов, вот эти вот два патрубка, тоже будут уходить пары жидкого масла в гораздо большем объеме, чем нежели густого. Поэтому масло будет появляться и во впускном коллекторе, и, опять же, через маслосъемные кольца тоже более жидкое масло будет проще попадать. Вот. Поэтому вот 5 на 30, я считаю, максимальное масло, которое можно сюда заливать. 5 на 40 я бы уже не рекомендовал, если честно. И какие-нибудь 10 на 50 или там 20 на 60 вообще сюда лить, я, честно сказать, не стал бы никогда. Вот такие мои мнения. Так вот, масло, я считаю, на старых движках уже, ну, то есть при пробеге больше 200 тысяч, нужно менять каждые 10 тысяч километров, где-то так. Если, конечно, вы эксплуатируете уж в очень тяжелых условиях, то где-то каждые 5 тысяч. Ну, это если у вас действительно суровый климат, суровые условия, постоянно гоняете, то да. Также я, конечно, использую вот такую вот промывку от компании Motox, с которой в Финляндии продается, для того, чтобы немножко раскоксовать маслосъемные кольца. Ну, и также, конечно, почистить движок изнутри. То есть не разбирая его. Я тут уже делал замену цепи ГРМ. Также поменяем пробку. Точнее, не пробку, а шайбу пробки. И вот у нас новый масляный фильтр. Ну, один из таких достаточно дешевых решений, но он сюда, в принципе, подойдет. Для начала, друзья, я завью в двигатель Prius промывку. Вот такая вот у нас в Финляндии продается. Я делаю это как? То есть по инструкции сказано взбалтываем банку, открываем маслозаливную горловину. И, в принципе, вот этого объема пол-литра хватает на где-то так 8 литров масла. Но у нас масло чуть меньше 4 литров, поэтому, в принципе, мне хватит половины этой банки. Ну, я завью чуть больше половины, ничего страшного. Нужно погонять движок на холостых. Ну, либо мы будем выводить его в инспекшн-молд, либо, конечно, я сделаю так по-хитрому, что я немножко его нагружу. То есть не буду гонять на холостых, а сделаю небольшой круг. То есть как раз-таки покатаюсь около 15 минут. Ну, то есть 10-15 минут. Вот, то есть вот так вот. Открываем крышечку маслозаливной горловины, ставим в воронку. Вот так вот. И сейчас будем наливать туда промывку. Вот так вот. Раз. Небольшими порциями так заливаем. Масло у нас сейчас где-то на серединке. То есть движок его все-таки немного поджирает. Ну, понятное дело, возраст дает уже о себе знать. Вот, пробег у нас сейчас 265 тысяч километров. Все-таки это прилично. И многие приусы уже на таких пробегах масло жрут аж литрами. В нашем случае масло еще не так сильно уходит. Но оно уходит все равно. Так, ну вот, с небольшими скоростями я катаюсь сейчас. Главное, чтобы у нас как бы не было большой нагрузки на двигатель в этом время. Ну и вот, сейчас немножко зарядится аккумулятор. И как раз-таки у меня пройдет 15 минут. Вот такие вот дела. То есть промывку я использую сейчас в активном режиме. Хотя, по идее, эта промывка предназначена для холостых. Ну, неважно. То есть приус, он по идее, на больших оборотах и так не работает. Поэтому, я думаю, не повредит. Пока масло у нас теплое, давайте будем сразу его сливать, не отходя от кассы. Что для этого потребуется? Потребуется головка на 12, ключ, естественно, например, трещотка. Пробка у нас находится с этой стороны. Давайте сейчас покажу вам ее. То есть... Вот там вот у нас видна пробка. Вот. Вот. Придется поднять автомобиль с правой части. Откроем пробку. Но так как пробка у нас будет не под правильным углом, то есть она будет сливать не полностью масло, то придется автомобиль все же будет потом опускать, естественно, чтобы слилось все получше. Также у меня идет замена сейчас летней резины на зимнюю. Поэтому также будем менять при этом колеса. То есть у меня есть уже комплект, в весьма хорошем состоянии, но, увы, это только липучка. Хотя, в принципе, в Европе сейчас и на липучках ездят. Вот. Поезжу на ней хотя бы, посмотрю, что и как будет. Так, головка здесь на 14, то есть получается... Вот. Я сказал неправильно, что на 12. Теперь ставим ключ. Вот эту вот защиту, в принципе, вот так вот можно отогнуть, прищепка ее закрепить, чтобы не мешалась здесь. И все. И легко это, думаю, снимется. А потом опустим домкрат, чтобы слилось с этой стороны, а лучше поднять даже с другой, с противоположной, чтобы остатки вообще вытекли с поддона. Так, ну вот. Масло у нас вытекает в посудину. Достаточно грязное. Чтобы оно еще лучше вытекало, откроем крышку маслозаливной горловины, чтобы давление было. Вот так вот. И оно потечет уже получше. Хотя там уже остатки все вытекают. Вот он. Пока еще стекает масло, решил уже заняться фильтром. То есть вон он у нас. Вот с этой стороны видно. Вот он там стоит. Ну, в общем, тут все понятно. Тоже он маленький достаточно сам по себе. Поэтому ключом, который у меня есть, скорее всего, просто так его не снять. Потому что у меня ключ слишком большой. Он подходит только от 75 миллиметров фильтра. А здесь у нас, похоже, если я понимаю, фильтр-то около 60 миллиметров где-то толщиной. Ну, то есть вот можно проверить. Вот, то есть давайте откроем новый фильтр. Да, он, то есть действительно очень небольшой сам по себе по размерам. Вот, ну, можно сделать какой-нибудь переходник. Можно просто его проткнуть отверткой и выкрутить. Ну, то есть посмотрим. В любом случае его нужно снимать оттуда старый. Фильтр у нас, на удивление, снялся легко руками. То есть он не так сильно был затянут. Вот. Ну и получается просто вот такой вот поддон ставим сюда, чтобы не напачкать тут все. И так уже испачкано. Вот. И получается, сейчас мы его оттуда выкрутим. Так, не знаю, насколько хорошо все видно, но вот здесь у нас посадочное место. Обрабатываем все, чистим. Также чистим все, что здесь испачкали. Стенки, движка. Так, старый фильтр у нас снят. Теперь подготавливаем новый фильтр. То есть снимаем с него пленку. То есть новый фильтр. Так. Ну и то есть сейчас его просто нужно поставить. Вот. То есть сперва поставим, закручиваем и без всяких инструментов вручную его дотягиваем на три четверти оборота. В новый фильтр очень важно чуток налить масло внутрь. И естественно вот эту вот резинку, уплотнитель также смазать маслом новым. Что мы сейчас и сделаем. Вот так вот берем новое масло и добавляем внутрь. Вот так вот. его там немножко разболтаем а также чистым пальцем все, что вот здесь остатки есть. Смазываем фильтр. Вот так вот. Чтобы резинка не порвалась. Когда будем ставить. Так. Новый масляный фильтр у нас стоит на месте. Пока тут еще капало масло с отверстия пробки. Поэтому сейчас ставим пробку. Все, оно уже стекло. Все было грязное. Вот получается у нас новая шайба на пробке. Вот ее номер. И сейчас все это дело ставим. Момент затяжки на 38. Так. Ну вот пробку я уже вручную наживил. А теперь затяжка. Проверяем. Все. ровно 38 момент. Теперь можно в принципе уже заливать новое масло. Так вот берем и маленькими порциями заливаем. дадим масло стечь. И вот так вот бочком наклоняем. Так оно идет лучше. Не булькает. Контролируем уровень. То есть вот так вот достаем щуп. Ну и масло у нас практически на максимуме. Но оно немножко его уровень упадет. Потому что масло еще не прогоняли мы. Чтобы оно в фильтр попало. То есть там у нас пустота. Проехал я на новом масле около 5000 километров. Небольшой масложор все-таки присутствует. Масло я не доливал. Но у меня где-то вот чуть меньше половины между минимум и максимумом. Как видите. То есть конечно масло у меня немного просачивалось между задним сальником коленвала. То есть оно капало там через отверстие которое находится под демпферным диском. Ну и понятное дело тут тоже немного где-то оно выдавливало. Ну то есть небольшие подтеки были. Ну и конечно же масло скорее всего попадало и внутрь цилиндров. Через кольца колпачки там и так далее. Естественно все это конечно плохо для катализатора да и вообще для выхлопной системы и движка. И это конечно тоже нужно учитывать. Поэтому в следующий раз когда я буду менять масло ну естественно фильтр пробку поменяю также заодно я решил использовать вот такое вот масло мобил 5 на 30 взял 5 литров чтоб на доливку тоже хватило и это масло у нас ESP то есть Emission Systems Protection то есть оно более дружелюбно для катализаторов как раз таки попробуем что будет с этим маслом конечно же будет отдельный видеоотчет на этом говорю вам всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока и до новых встреч до новых встреч субтитры